Единая Россия И это справедливо и для страны в целом, об этом говорил лидер нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев. Запас прочности, несмотря ни на что, у Единой России очень и очень высокий. Из 1440 мандатов, которые распределялись в области, партия смогла получить 1178 депутатских мест всех уровней. В законодательном собрании нового, шестого созыва, Единая Россия создала самую большую фракцию. В нее вошли 17 депутатов, 10 из которых выбраны по одномандатному кругу, и еще 7 по партийному списку. Представительство партии в областном парламенте сократилось. Единоросс не отрицает наличие проблем и готова говорить о них открыто. Губернатор предложил усилить роль первичных отделений, активнее увлекать людей в выполнение партийных проектов, выстраивать конструктивное сотрудничество со всеми партиями, которые прошли в органы власти. С этим согласны новоизбранные депутаты. В предстоящей работе действительно сегодня нужно просто объединить усилия. Вне зависимости, к какой партии ты относишься, вне зависимости, под каким флагом, наверное, мы шли, гораздо важнее просто сегодня действительно собраться и потрудиться на благо нашего Ульяновской области. Тем более, что у фракции уже есть конкретные предложения, как улучшить работу законодательного органа. Его первое заседание состоится только сегодня, а депутаты от ДНР подготовили ряд законопроектов. Наша фракция и депутаты партии ДНР подготовили законопроект, который снижает расходы на законодательные собрания, ориентировочно от 25 до 30 миллионов рублей в год. Мы исходим из принципа, что начинать нужно с себя, и начинать нужно не словами, а делом. С экономленные средства планируется отправить на финансирование сферы здравоохранения и образования. Наряду с опытными депутатами, ветеранами областной политики, в шестой состав законодательного собрания прошло много новичков. Они также готовятся выполнять наказы избирателей и выбирают направления работы. Среди них аграрий Рамиль Хайрулин, делегированный в ЗАГСобрании от Новомолоклинского и Меликерского районов. Вся моя трудовая деятельность была в сельском хозяйстве, соответственно, все на мое будет направление, это развитие сельских территорий. Кульминацией конференции стали выборы кандидата от Единой России в спикер законодательного собрания. Одного из претендентов на этот пост представил председатель регионального парламента предыдущего созыва Анатолий Бакаев. Хочу внести вам, уважаемые однопартийцы, предложение о выдвижении на пост председателя законодательного собрания Ульяновской области от партии Единой России Малышева Валерия Васильевича. Я знаю его. Я знаю этого человека по совместной работе не только в ЗАГСобрании, но и прежде. Он был прокурором, я был начальником управления Ульяновской области. Конкуренцию в борьбе за звание кандидата Валерию Малышеву составил Василий Гвоздев. Голоса делегатов распределились следующим образом. 102 за Малышева, 39 за Гвоздева. За пост председателя законодательного собрания кандидату от Единой России предстоит побороться на первом заседании регионального парламента. Оно проходит уже сегодня. Егор Тстов, Юрий Конехин. Новости дня Ульяновской правды.